Дай почитать. Но и антропологический, а еще стиль чувства языка и чувства психологии. По-настоящему повезло Петербургу. Там есть несколько проектов, и вот очередной, интересный, завораживающий, просто детективный и приключенческо-авантюрный. Авторы – историк-краевед Алексей Шишкин и журналист Эля Новопашенная. Сотрудничают с 2018 года и каждую неделю в четверг отправляют подписчикам электронное письмо с удивительной историей одного петербургского дома. И вот спустя несколько лет издательство «Бомбора» предложило выпустить теперь уже бумажную версию под названием «За фасадом. 25 писем о Петербурге и его жителях». Каждый адрес – это не только история, но и история о том, как авторы собирали истории. Книга прекрасно издана, и в ней чудесные атмосферные фотографии. В ней пять тем, а в каждой теме по пять историй. Первый – квартирный вопрос. Ведь Петербург – город понаехавших. Кстати, в 1914 году он по количеству жителей обогнал столицу Австро-Венгрии. Число петербуржцев достигло 2,2 миллиона. Вторая тема – криминальная, где рассказано о загадке гибели инженера в доме, в том самом, где жил лечащий врач художника Кустодиева. Про химическую месть на Можайской улице. О множестве непонятно-зачем похищенных мальчиков. Третья тема – товары и услуги. А ведь любой каприз за ваши деньги. Последние две главы – интеллигенция и революция. Пошли как знаменитая блоковская статья 1918 года. Так большая история одного из самых красивых городов мира распадается на много маленьких личных историй. 16+. Дай почитать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова